Доктор Скачко Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа доктора Скачко. А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете. В этом на канале Школа доктора Скачко продолжая серию как правильно пить воду решил осветить очень важный вопрос. А именно, как правильно пить воду утром, натощак, после сна. И казалось бы такой простой вопрос, но просмотрев это видео до конца вы узнаете не только зачем пить воду, но и очень важно сколько пить воды утром в зависимости от того от вашего состояния здоровья от того образа жизни, который вы ведете а также какую воду пить правильно также в зависимости от нескольких очень важных моментов потому как чувство жажды основной мотиватор что воду нужно пить с утра посещает людей крайне редко но есть другие не менее важные показатели ориентируясь на которые вы должны принять решение сколько воды выпить? какого качества? ну и зачем в принципе вам нужно пить воду? очень важный вопрос сколько нужно пить воды утром натощак? кто-то в этом полагается на свою интуицию употребляет стакан два воды кто-то считает что в этом нет никакого смысла но количество воды, которое нужно лично вам очень легко определить для этого вы взвешиваетесь вечером перед сном прямо перед сном и утром после того как вы проснулись и опорожнили мочевой пузырь разница между двумя цифрами и есть ночные потери воды обычно они составляют 300 400 500 миллилитров в случае если вы ночью храпели иными словами рот был открыт а в этом случае воды теряется значительно больше либо вы были слишком хорошо одеты вам было жарко, вы потели потери воды ночные могут составлять и полтора и два и три литра за ночь в данном случае вспоминаете рекомендацию что пить оказывается нужно воды полтора-два литра а вы потеряли три килограмма за ночь вопрос это была вода ночью вы вагоны не разоружали и дрова не кололи тратить энергию было вам некуда то есть потери в данном случае веса это почти на сто процентов потери воды и вам нужно пить значительно большее количество воды и правильно вот сколько воды из того количества которое вы потеряли за ночь нужно выпить утром сразу зависит от того что вы хотите делать дальше если вы планируете позавтракать и идти на работу в этом случае вы половину потерь воды за ночь должны компенсировать в виде воды определенного состава о чем я расскажу чуть позже если же вы планируете утром заниматься спортом то есть продолжать интенсивно тратить воду потому как занятие спортом это отдышка это потение это охлаждение организма которое вы создали перегревание создали физической нагрузкой вы должны будете это компенсировать поэтому в данном случае вы сто процентов потерь воды за ночь должны компенсировать и только после этого заниматься спортом очень важный вопрос качество воды которое должно попасть в ваш организм и об этом вы узнаете прямо сейчас правильный ответ на вопрос какую пить воду утром натощак находится в зависимости от вашего уровня здоровья если вы кишечник освободили так же легко как и мочевой пузырь вода должна зайти комнатной температуры примерно 25 градусов по цельсию если же у вас присутствуют запоры то вы должны воду пить температуры ниже 20 градусов и обязательно большими глотками в этом случае запускается активная перисталька кишечника и вам легче будет его очистить если же присутствует склонность к поносу пища плохо переваривается в данном случае вода должна заходить теплой в пищеварительную систему но вам нужно определить что нарушено в пищеварительной системе чтобы помочь ее восстановить запоры да они нарушают качество жизни человека но склонность к поносу сокращает ее продолжительность потому как вы закладываете пищу в пищеварительную систему для того чтобы использовать ее по своему усмотрению а раз присутствует понос либо неоформленный стул это говорит о том что ее по своему усмотрению используют как минимум патогенные бактерии грибки которые всегда находятся в просвете желудочно-кишечного тракта а могут быть и более крупные паразиты поэтому в данном случае нужно определиться с причиной да теплая вода заходя в желудок усиливает приток крови к слизистой желудке усиливается переваривание пищи в желудке а тут переваривается стартую переваривание белковой пищей которая переваривается дольше всех и сложнее всех но это не единственный компонент системы питания не единственный компонент очень важный компонент продуктов питания Которая может в вашей пищеварительной системе подкормить не самых лучших ее представителей. Поэтому в данном случае, да, можно температурой воды регулировать работу желудка. Но это не исключает необходимости пройти более точную диагностику. А вот какие еще особенности по употреблению воды утром вы должны знать? Вы узнаете прямо сейчас. Кроме температуры воды, нужно учитывать еще один очень важный показатель. Вода должна быть реально чистой. Я имею ввиду количество в ней бактерий, вирусов и других патогенов. Которые прекрасно размножаются в водной среде. И несущественно у вас вода стояла всю ночь на кухне. И слой воды контактировал с воздухом. Либо вы просто взяли водопроводную воду, которая всю ночь стояла в трубе. Там застой и там могут легко и просто размножаться различные патогены. Закипятить такую воду безусловно можно. Но вы получаете мертвых патогенов с их эндотоксинами, которые еще опаснее, чем экзотоксины чаще всего. Поэтому вода должна быть чистой. И только человек должен исполнять известное изречение, что воду нужно жевать. Ни одно живое существо на планете этого не делает. Все животные пьют воду как есть. Хотя они пьют воду значительно худшего качества, чем человек. Но количество лизоцима, которое присутствует в слюне у животных, у птиц, на порядке выше, чем у человека. Поэтому даже кратковременного контакта воды с полостью рта у животных достаточно для ее дезинфекции. Человеку нужно поработать немножечко с водой, чтобы лизоцим слюны максимальное количество бактерий нейтрализовал. Или вы воду очистили предварительно. В этом случае вы пьете реально чистую воду, а патогены в вашем организме развиваться не могут. Еще один очень важный момент. Это PH воды, которую вы должны использовать. А также минерализация. И как они связаны друг с другом. И как их правильно использовать для вашего здоровья. Вы узнаете прямо сейчас. Очень важный вопрос. Минерализация воды, которую вы должны употребить утром. Конечно, если вы находитесь на питьевом курорте. И минеральная вода обладает самостоятельной, хорошей, выраженной мочегонной активностью. Стакан-два такой воды утром вам не повредят. Но! Значительно эффективнее, если вы их будете использовать на протяжении дня. Правда не перед сном. Если у вас есть склонность к запору. То аналогично вы можете использовать воду с желчегонной активностью. Она поможет работе вашего кишечника. Но все же я бы утром рекомендовал использовать совершенно иную воду. Только для этой воды самое лучшее время утром. Это вода низкой минерализации. Либо дистиллированная вода. Либо вода прошедшая обратный осмос без минерализации. Напомню. Ночью ваш организм работал в условиях относительного водного голодания. Организм работал, а вы спали. Воду теряли. И ее потери не компенсировали. Компенсируйте только утром. И в данном случае, когда в вашем организме, в кровеносой системе, в санитой ткани находится достаточно большое количество обменных продуктов, конечных продуктов, обмена веществ, то лучший вариант, самый простой способ вывести, завести воду, в которой ничего еще не растворено. Она быстро попадая в кровь, растворяет вот эти самые компоненты. И легко и просто выводит из вашего организма. В этом случае вы не просто компенсировали затраты воды. Вы еще и активно очистили свой организм. Очистили кровь. Для готовности к новому рабочему дню. И это здорово. И очень важный момент, который связан с минерализацией воды, это PH воды. Если в нулевой воде, в дистиллированной, после обратного осмоса, PH воды практически 7, она нейтральна. И такой воды вы можете выпить первыми. Стакан-два. Лучше в более холодном виде, чтобы они быстрее покинули желудок и быстрее всосались кровь. То дальше качество воды после этого зависит от того, что вы собираетесь делать после того, как вы проснулись. Какой у вас распорядок дня на ближайшее время. В зависимости от этого находится качество воды, которое лучше для вашего организма. Для вашего здоровья. И какую воду в данном случае лучше использовать. Вы узнаете. Прямо сейчас. Ваш распорядок дня на ближайших несколько часов после пробуждения определяет, какая же лучшая вода будет по PH. Если вы собираетесь заниматься спортом, то вы должны компенсировать потери воды за ночь. И оптимально, если вода будет нейтральной. Если же вы хотите позаниматься спортом интенсивно, вам предстоит пробежка на несколько километров, то вода может зайти из щелочной. Щелочи, попадая в кровь, будут нейтрализовывать те кислоты, которые образуются обычно при интенсивной физической нагрузке. И не будут давать PH крови смещаться резко в кислую сторону. Не увеличивается жесткая вязкость крови. И нагрузка пройдет легче. Если же вы утром заниматься интенсивно физическими нагрузками не планируете, легкая гимнастика и хватит. В этом случае вода лучше, если она зайдет прохладной. И лучше, если она будет немножко подкислена. Выберите вы яблочный уксус, лимонный сок, клюквенный сок, либо любой другой ингредиент кислого вкуса. Это ваш выбор. Но такая вода, раздражая ваш желудок, будет готовить его к активному перевариванию пищи. И если после этого у вас состоится правильный завтрак, то он будет максимально полно переварен. Иными словами, те химические вещества, которые прописаны в учебниках в составе тех продуктов питания, которые попали к вам на завтрак, будут реально для вашего здоровья. А не едой для патогенной микрофлоры в кишечнике, которая в любой момент готова помочь вам в переваривании вашей пищи. В данном случае вы правильно стартовали, правильно обеспечили свой день и помогли своему организму не только восстановиться после ночного сна, но и подготовили его к новому витку, к новому трудовому дню. А вот зачем вам все-таки нужно пить воду с утра? А может быть и не нужно пить? Некоторые говорят, а зачем мне пить? Жажды нет. Жажда это очень ненадежный индикатор утром. Она показывает, что вязкость крови резко изменилась, резко увеличилась. Нагрузка на сердце увеличилась резко. Если нагрузка, вязкость крови уменьшается постепенно, вы жажду не почувствуете. Но! Есть еще один очень важный показатель, который очень легко определить в домашних условиях и определиться, а нужно ли вам пить утром воду или не нужно. И что это за показатель? Их даже, я бы сказал, несколько. Вы узнаете прямо сейчас. Этот жизненно важный показатель темные круги под глазами. Если они присутствуют, значит вы ведете слишком интенсивный образ жизни по сравнению с возможностями систему восстановления. Восстанавливать кровь, делать ее менее вязкой. И самая простая помощь утром воду нужно реально пить. Особенно, если у вас присутствует еще один признак. Холодные конечности. Холодные кисти, стопы не существенно. Если они присутствуют, значит, ваша сердечно-сосудистая система не может обеспечивать циркуляцию более густой крови. Идет централизация кровообращения. Кровь не доходит до капилляров, сбрасывается по шунтам. И в данном случае вы находитесь между терапевтическим и реанимационным отделением. Рискуя жестко своей жизнью. И пить или не пить воду это ваш выбор. Но! Я рекомендую пить. Тогда и качество жизни ваше будет лучше. И продолжительность реально больше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы ставите лайк на мое видео, отправляйте ссылочку своим друзьям. Кто не подписался на канал, подпишитесь. Потому как в следующем видео будет не менее интересная информация, как правильно пить воду ночью в самое опасное время суток, когда вы не можете полноценно оценить свой уровень здоровья и оказать себе специфическую помощь. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал и зайти на следующее видео. До новых встреч на моем канале!